В отличие от простого, самбо в боевом разрешено использовать более широкий арсенал технических действий. И схватка ведется без курта красного и синего цвета. Каждому участнику необходимо было пройти предварительный поединок, а в финале два раунда. Время установлено в зависимости от возрастной категории. Победителем становится спортсмен, набравший за 4 или 5 минут наибольшее количество баллов. Очень хорошо прошло все, очень ребята серьезные. Порадовали ребята с Казахстана, сейчас финальный бой. Некоторые ребята выступали в двух весовых категориях и смогли одержать победу. Ну и сочинцы тоже очень хорошо сегодня выступили. Сегодня проходила матчевая встреча между сборной Сочи и сборной Таджгейстана. Сборная Сочи держала победу со счетом 5-2. В профессиональном боевом самбо Аслан Хатухов 4 года. Раньше он занимался рукопашным боем. В этот раз в схватке с бойцом из Дагестана он впервые выступил в весовой категории 74 килограмма. Я раньше скидывал вес на 68 килограмм. Первый раз выступал на этом весе. Как будет, не знаю, первый раз. Надо на физику работать, дыхалку, надо поднимать. Не знаю, надо тренироваться. Кто больше тренируется, тот и выигрывает, как говорится. Теперь Аслан намерен победить восьмерки сильнейших. Международный турнир по боям без правил пройдет в Анапе. В числе победителей и воспитанники сочинского спортивного центра «Фанат». Они сразились с командой из Таджикистана. У них сильная очень команда, но у нас не хуже явно. Мы их выиграли. Победители были определены в каждых возрастных и весовых категориях. Обладателям Кубка мира были присвоены звания мастеров боевого самбо. Теперь эти спортсмены будут выступать в турнирах по смешанным видам единоборств.